здравствуйте дорогие хозяюшки сегодня я решила испечь также пирожочки без дрожжевые на соде в духовке также буду готовить тесто чтобы у меня получилось 12 пирожочков 12-14 пирожочков вот я беру мисочку я беру вот у меня пахта я уже объясняла что такое пахта полстаканчика пахта это я взбивала и сметаны масло сливочное и у меня вот и не только у меня кто когда будет пивать получается отходит вы там сме масло это масло а пахта это вот как водичка вот в твороге как будто бы это идет как будто бы как называется сыворотка до сыворотка вот вот я наливаю пахту а если у вас нет пахты значит вы берете кефирчик также пол стаканчика или же молоко кислое сами которые скислили и можете туда добавить ложечку сметаны а можете и не добавлять все я сейчас вот вылила пол стаканчика пахты теперь я сюда возьму соду пол чайной ложечки и погашу мою пахту готова посмотрите вот сюда погасила такая пышная стала у меня пахта теперь я беру одно яйцо беру вилку все паю сюда одну столовую ложку сверху сахара и вилочкой взбиваю теперь конечно перемешаем все это чтобы все это однородная масса была можем сюда чуть-чуть вот щепоточку бросить соли для того чтобы было там сахар соль чтобы соль немножечко ну как бы они дополняли друг друга поскольку я буду готовить эти бездрожжевые пироги в духовке я беру ванильный сахар или ванилин и просто вот пачка там ну совсем грамму лечку сюда всыпаем перемешиваем и сюда вливаем одну столовую ложку масла не сливочного растительного перемешиваем подсолнечного что мы делаем теперь теперь я беру муку беру столовую ложку и насыпаю сюда вот в нашу смесь насыпаю 5 столовых ложек сверху вот сколько держит ложка вот сколько держит столько муки и насыпаем каждой ложке теперь мы сейчас ложкой сначала все это вы мешаем понимаете я одной одной рукой снимаю поэтому мне неудобно так что не судите строго вот сейчас вот когда вот я вот и помешаю ложкой потом я беру на доску и чуть-чуть присыпаю мукой вымешиваю тесто тесто будет эластичное и очень даже такое покладистое и так вот я тесто вымесила я раскатала его нарезала на кусочки на пирожочки каждый кусочек раскатала и сюда положила мягенькую малинку в каждый кусочек по одной чайной ложечки но не сверху мили пол чайной ложечки будете смотреть вот но в каждый кусочек вы будете вот так вот как я насыпается хорошие теперь я буду защипывать каждый пирожочек вот я слепила их взяла бумагу пергаментную в для выпечки и смазала маслом сейчас я буду ставить в духовку но учтите что тесто у меня не подходило ни одной минутки как замесила так вот все сформировала и сейчас буду ставить духовку ну вот наши пирожочки готовы вы знаете я сейчас попробовала вот они остыли я попробовала это ведь пироги у нас не этим не дрожжевые а просто на соде и вы знаете вот они знаете чем когда вот я их жарила они были вот такие прям воздушные мягкие нежные а эти вот получается очень вкусные оказывается но вот они мне напоминают как песочное тесто да вот и очень даже ничего себе ничего вот ничего сюда не положил и очень даже приличные кушать можно все так что дорогие мои хотите попробуйте вот и можно любую ягоду сюда положить не только малину там вот ежевика там смородина персики ну что угодно короче и сделать так же вот и очень быстро вот пока вы замешиваете у вас и те духовка греется вот а вы быстренько замесили я даже вы знаете не минуты они у меня не подаха не подходили сразу замесила и в духовку посмотрите супер-пупер нормальные хорошие пирожочки все до свидания дорогие мои подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите как вы готовите всего самого доброго до свидания